Здравствуйте! Вы смотрите программу «Форпост». В этом выпуске мы расскажем, как изменилась подготовка курсантов в клубе «Десантник» в связи с проведением специальной военной операции. Сейчас, благодаря помощи регионального отделения ДСАФ, у ребят появился интерактивный тир, и стрелковая подготовка вышла на новый уровень. Итак, смотрите программу «Форпост» прямо сейчас. В клубе «Десантник» занятия идут без перерывов. В одном из помещений установлена система интерактивного тира. Интересно, что расстояние до мишени не более пяти метров. Отдачи, как у боевого автомата, нет совсем. Но результаты у самых молодых курсантов блестящие не всегда. Руководитель клуба Владимир Васильев, бывший афганец, пытается донести до ребят азы тактической стрельбы. Ваша задача – научиться на любом оружии ловить точку попадания, а не лупить в одно место, как многие лупят. Оп, поймал центр, и вот против места центра все в одну точку уходит вниз или вправо от другого. Стрелять всегда, стрелять везде. Солдат, не умеющий этого делать, банальное пушечное мясо. Поэтому и вбивают инструкторы в головы курсантам. Учись сейчас. Потом в армии будет на порядок легче овладеть ратной наукой. А выпускники клуба очень часто попадают в ВДВ и войска специального назначения, где требования значительно выше, чем в обычных мотострелковых частях. В ДОСАФР очень хорошее оборудование. Большое им спасибо за помощь в организации занятий. То, что они позволили заниматься на трех рубежах. Рубеж разборки-сборки, рубеж разборки в боевых условиях и реальная стрельба. Обучить самое сложное ребят научить именно правильно целиться. Не дергать курок. Это вот как раз нюансы, которые невозможно отработать ни на полигоне, ни из стильбиз винтовки. Это вот как раз таки это оружие. Очень-очень хорошо для этого. Там мягкий спуск. Определить, когда будет выстрел, невозможно. Елизавета Гребенек родилась на Сахалине, но какое-то время проживала в Санкт-Петербурге и училась в специализированном образовательном учреждении. Там довелось один раз даже пострелять из боевого оружия. Я училась в Питере пять лет в кадетской школе. Получается, меня там всему учили. Только тут немного по-другому. Но я смогла и стараюсь как-нибудь научиться чему-то новому. Тут форма другая. Тут, получается, надо разбирать по-другому автомат. Получается, стрельба мы прям стреляли. А тут надо через диаграмму надо стрелять. Владимир Васильев о бывших наставниках Елизаветы отзывается неодобрительно. Девочку даже не научили стрелять так, чтобы можно было попасть в цель. В клубе «Десантник» она быстро усвоила элементарные приемы и сразу стала показывать неплохие результаты. Я не хочу плохо сказать о ком-то. Ну, тем не менее, вот за одно занятие. Девочки объяснили, как правильно целиться, как правильно заниматься. И девочка, извините, впервые выбила уже для новичка получить 32 очка с пяти выстрелов. Это очень хороший результат. Учитывая, что она впервые, я так понял, вообще поняла, когда надо целиться, когда надо стрелять. До этого она, когда только получила оружие, начала стрелять право-влево, но никак в мишени, ни одного попадания. Даже в район мишени не было. Еще одна из задач, которые ставятся курсантам – устранение внезапной неисправности оружия. Такое тоже случается. Спасибо Михаилу Тимофеевичу Калашникову за создание автомата, который может работать в самых варварских условиях. В отличие от его собрата – американской штурмовой винтовки М-16. Ее первые версии заедали от малейшей грязи или пыли. В Афганистане, как и во Вьетнаме, к солдатам НАТО быстро пришло понимание. В бою главная надежность оружия. И военнослужащие оставляли в оружейных комнатах штатные винтовки и на задание брали старый добрый АК. И стреляет в любых условиях, и можно разжиться патронами у маджахедов, которые еще со времен нахождения в Афганистане советского контингента четко усвоили. Автоматы Шурави не подведут в самый ответственный момент. Да, заход поправил. Поставь его на положение боевого. Вот все, он в упор зашел. У тебя вот здесь вот пространство, где должно зайти, встать на рельс. Не торопись, зачем ты дергаешься? Сейчас убедись, встал оно или нет. А с этой стороны встал, у тебя справа и слева. Вот у тебя здесь все. Сергей Зубатюк тоже пришел в клуб совсем недавно. На огневом рубеже нужно все делать с учетом того, что в тебя стреляет противник. Голову и пятую точку нужно держать как можно ниже. Тогда и попасть врагу будет труднее. Несмотря на простоту конструкции легендарного Калашникова, разбирать и собирать его под огнем занятие не для слабонервных. Поэтому нужно вбить навыки в курсантов намертво, чтобы в бою они все делали автоматически на уровне инстинкта. Чаще всего проблемы также возникают при вставлении затвора в затворную раму и при прикреплении ствольной коробки. Короче говоря, чаще всего проблемы в самой сборке. В конце осени прошлого года все новички прошли через первое испытание. Двухдневный поход. Это пока еще не на выносливость. Проверка и привитие элементарных навыков жизни в дикой среде. Разведение огня, приготовление пищи. Первый поход курсантов называют походом на вшивость, проверка на вшивость. Поскольку из-за первого похода большинство курсантов в основном всегда отсеялось. В этот раз никто не отсеялся. Все выдержали это тяжелое испытание. Марш, броски и походы на выживание у этих ребят еще впереди. Так что поход на вшивость это пока еще легкая прогулка по сравнению с теми задачами, которые придется решать потом. Путь до зоны проведения похода был недолгим. Около 20 минут. Питались, что сами приготовим. Были заготовлены продукты. Пока курсанты выполняли боевые задачи непосредственно в походе, была полевая кухня. Полевая кухня, которая и готовила для голодных курсантов. Пищу. Есть пословица. Голодный садник страшнее зверя. Собственно, так и тут. Кухня всегда успевала все готовить. Питались хорошо, кормят хорошо. В течение двух дней ребята овладевали азами воинских дисциплин. Физическая подготовка, полоса препятствий, которую прошлые выпуски курсантов строили своими руками. Вблизи расположения зоны проведения похода есть полоса препятствий. Собственно, на ней мы проводили большую часть похода. Также есть стрельбище импровизированное и зона скалолазания. Да, скалолазание. Занимались репенизмом, проходили полосу препятствий. Очень интересно, в общем-то. С началом специальной военной операции специфика занятий немного изменилась. Тот же Владимир Васильев получал свой боевой опыт в горах и пустынях Афганистана. Сейчас вносятся корректировки с учетом реалий современного боя. Освобождение Мариуполя, Артемовска, Авдеевки – это затяжные бои в городской застройке. Множество удобных мест для обустройства огневых точек и засад. Ограниченный простор для бронетехники. Бой в таких условиях – страшный сон любого экипажа, танка или бронетранспортера. Поэтому тактика штурма города разительно отличается от тактики боя в поле, где традиционно воевали армии прошлых лет. Там наступающие цепи шли за бронетехникой, прикрываясь ею от огня обороняющейся стороны. В бетонных разваленных города наоборот. Техника прикрывает штурмовые группы. Пехота дает координаты целей, а пушки или крупнокалиберные пулеметы работают по ним, находясь на удалении от противника. Чтобы не сожгли из гранатомета. Мы-то занимались по советским тактическим приемам. Ну, в принципе, афганский опыт – богатый опыт. Но он немного другой. Сейчас начали учитывать опыт боя в городских условиях. Стали чаще использовать здание ДОСАФ, которое предоставили, вот, недостроенное здание ДОСАФ. Прямо в нем начинают ребята отрабатывать действия уже в зданиях, помещениях. Сейчас в зоне спецоперации находятся 12 воспитанников клуба «Десантник». Почти все добровольцы. К сожалению, не обошлось без потерь. Погиб один из бывших курсантов. Причем через несколько дней после получения боевой медали. Погиб, как это часто бывает на войне, по глупости. Но не по своей, а одного из сослуживцев. Будучи дневальным, он играл в игру на смартфоне. На сигнал прилетела ракета, и здание, где отдыхали ребята, обрушилось. И таких случаев немало и у нас, и у противника. Эти знания тоже вбивают в головы курсантов. Вся программа обучения в клубе направлена на то, чтобы «Десантник» не только выжил, но и победил. На этом мы прощаемся. С вами была программа «Фарпост», и я ее ведущий Евгений Коньков. Воспитывайте в детях чувство гордости за страну и готовность ее защищать. До свидания.